эшки всем я класс и я рад призвать вас на своем канале тектоника на экранах продолжаем здесь играться значит у нас с вами есть несколько заданий основное это набрать необходимое количество руды и собрать 900 процессорных модулей вот все это делается не так уж и просто но мы сейчас что-нибудь с этим придумаем кроме того нам надо улучшить нашу энергосистему у нас 333 3 киловатта мегаватта получается потребляется производится не вот мы сейчас будем делать соответственно процессорные части плюс нам надо починить наши деревья вот улучшить их максимально вот у нас здесь вот тут косяк потому что не хватает места вот нам нужно как-нибудь забраться наверх и этот вопрос решить ну у нас плюс минус это дерево находится на таком же уровне ну вот поэтому нужно это также наверное это дело пробурить так ну попробуем все у нас из этого получится тогда и нам собственно здесь нужен вот хотя может быть и надо но 1 к так оставим так там у нас ядра заполнились целиком и здесь у нас посмотрим как пойдет значит вот эту хрень сюда скинем чтобы не мешало нам нужны вот эти вот хреновина электрический компонент нам нужны процессоры вот процессора делается из электрических компонентов и рамок вот этих которые в свою очередь делаются из вот этого вот волокна этого волокна у нас дохерище поэтому можем совершенно спокойно его использовать значит нам нужен один сборщик под эти рамки так электрические компоненты делаются из медной проволоки и железо у метной проволок у нас есть она у нас отдельно произвелось железо в целом можем вот это тело отбирать так у нас железо дофигища я думаю мы производство начнем где-нибудь здесь нам нужно два строителя уже три по моему у нас тут есть один прокачанный давай его попробуем так ты у нас пойдешь вот сюда вроде он не сильно чем-то отличается но только он красный строят все то же самое нам нужно чтобы он нам что делал не 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 ну наверно вот это может даже не автоматизировать особо просто так фигачить так а это нам что делает это он нам делает вот эту штуку до электрические компоненты вот и нам нужно еще сделать чтобы кто-то нам делал рамки вот эти будешь у нас тоже брать вот эти волокна из двух сторон разгружает вот тут у нас будешь ты и ты все я думаю в целом на нас это устроит и я бы наверное еще один сборщик который будет из этой всей лобуты нам делать то что нам надо так о хорошо у нас железо так так тут у нас всякий мусор нам кстати надо бы эти доставить 224 взрывчатки нам еще надо сделать да наверное вот у нас потихоньку это делается 457 ядер осталось понять на что потратить а вот конвертный отлично нам теперь нужно синие ядра я чувствую а вот еще вот эту штуку нам нужно открыть вот это мы не знаем будет синие или не синие но я думаю мы вот это дерево мы закончим таком виде котором она есть там тоже и начнем уже делать синие ядра как так так значит у нас есть еще взрывчатка сколько нам еще этих процессорных модулей еще 900 куда-то нам кстати просто нужно руду притаранить для ремонта вот 100 единиц руды там где лифт конвейерной системы и система охлаждения кстати advance это и 300 чё то это по моему я не помню где это ну короче вот лифт можно починить наверное и вот эту хрень но вот эту хрень где она находится я не помню давай пометим 100 единиц руды целом 150 нам надо сейчас где-нибудь добыть так вот тут у нас еще на взрывчатка прям хорошо уходит нужно будет ее это но суда тащить все туда добычную установку при этом периодически ее заряжать ресурсами это будет жесть какая-то это будет реально жесть так на вот сюда надо все это мы тоже сделали значит 200 систем охлаждения как вы делаете систему охлаждения подскажите пожалуйста вот они механические компоненты и холодагент несложно вот интересно если бы мы вот эту хрень и не тратили а мы в целом и не тратим особо у нас нет какого-то определенного количества производства то что нам с этим делать вот куда это девать у нас есть молотильщик но он не позволяет нам все это перемалывать в никуда 280 ядер у нас это мы очень изучаем у нас по энергии нормально энергия я думаю надо останавливать производство ядер но по крайней мере оставить их в накопление а вот и все остальные мы с вами потратим на синие ядра хочется конечно автоматизировать вот это вот все но это так долго будет все плюс все таки ограниченность как satis factory почему я всегда строил старался строить базы подниму потому что можно сделать максимально плоскую поверхность и и не париться вот я забыл как это называется в общем с неров и с неровностью поверхности в факторию тоже старался выбрать максимально таким образом чтобы использовать можно было сделать шину вот чтобы там не было камней речи коры скалы там подобного ну вот здесь такое не прокатывает тут все как бы такой можно конечно попытаться выровнять но проблема в том что есть защищенные площади куда где-то ничего не сделаешь то есть и не выровняешь и ничего вот так все здесь закончили да я надеюсь замечательно значит тут у нас мы продолжаем и вот так вот ядра пускай делаются мы потом здесь развернем производство синих ядер так у нас по охлаждайкам 1432 уже есть целом кстати мы можем вот эту штуку перенести оставить использование этого волокна тех целях которые он должен использоваться вот так так а вот у меня вопросик если мы тихо а ее нельзя дробить я понял у нас она как раз есть и и дофига нам вот этого штука нужно но в целом и это тоже но большей степени нам нужна вот эта штука и мы ее можем целиком направить от суда основная проблема заключается в том что она здесь у нас здесь вот и тебя давай мы тоже винем то есть мы допустим вот это вот это вот это так вот так да вот это мы тогда будем забирать и отправлять производство кокушек то есть мы вот это убираем это убираем это убираем это убираем так я не понял где пол так да сюда у нас будет залетать трава вот там все с ней будет замечательно здесь нужно будет решить вопрос с грязью вот этой так вот так вот а вот это мы будем использовать для 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 блин а как бы нам ее пока заберем нам это нужно из этого создавать давай сборщик все таки здесь наверно поставим что которая нам будет из этого делать вот эту штуку мы все таки вот эту штуку подвинем тогда все таки тут останется это и ерунда так ты нам будешь делать вот эту штуку а эта штука у нас пойдет туда куда и я пойду нахер так и теперь нам надо там и и и и и и и и и так и это должно у нас пойти и нам это будет требоваться для создания чего вообще я для чего это делаю все для вот этих процессорных модулей а вот процессорные модули у нас есть используются в частности что-то они нам еще для чего-то еще эта хрень нужно ну нет процессорные модули в частности вот мы их будем отлавливать еще где-нибудь здесь и мы 律 и и мы нет так и вот тут у нас будет вот эта штука чтобы мы могли отлавливать и плюс нам вот сюда надо вот а трава которая нам вот здесь вот нужно было да да мы ее сейчас будем тоже сюда таскать жизнь а ну для этого нам нужно вот эти две штуки и вот это нам нужно ну тихо 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 так ок так у нас вот здесь трава вылезают а мы ее будем наверное где-нибудь здесь вылавливать значит так и так трава трава у дома так и не сюда так так Блин, нужно как-то… Вот так, короче… Вот… Сейчас, соответственно, сюда будет уходить вся травушка, муравушка… Ну, железа и меди вроде как нам хватает, нам не нужно ставить еще буры. Так, ладно… Так, счете уже не хватает… Так, вот это мы забираем… Че-то ему не хватает, я забыл, что конкретное… А, эти какие-то там детали электронные… О, отлично… Пошли вскрываться… А если только не помню где что… Это у нас где-то… А это у нас… Этот… Мост… Пошли мост вскрывать… Мост же, да? У нас есть на мост… 200 лент и 50 этих… 200, да… Все равно… Сейчас попробуем… Даже интересно, что там в этом… На этом мосту… Мосте… Не мост, конечно… А ямы… Дырищ… Просто жесткая… Так… Как запомнил… Так… Починили… Ох, сколько тут всего… Я ручной генератор МД2… Ммм… Забираем… Тыньк… Ага… Ще-то посканируем… Крот… Т-33 туннелирование… Ага… Светящийся мох… Качающийся корень… Вместимость… Вместимость топки… Отлично… Макс… Вес… Для… М… Лебедки… 3… Что? Плотность хладагента… Ага… Я понял… Так… Теперь вниз… Давай… Узнаем… Надо… Что нам тут… Ну да… Надо… А… Сюда… Нужна… Руда… 80… О… Да… 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 Не пизде… Всё… 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 Я понял… Так… Скорость изготовления… Согласен… Это лампочки до сих поработать… Даже интересно… Как… Да… Давно… Здесь… Ээээ… Не было… Люди… Так… Давай… По внутреннему контуру пройдём… Куда они все делись… Так… Размер рюкзака… Каликс… ложил… Вообще… … понятно так маяк у 50 взрывчаток а круто ничего здесь больше нету страшная подпрыгивает очень странно или mk2 непонятно биоплотность вот она на на вон где откроется только так ты реформирование понятно штабельный манипулятор вместимой стопки ну понятно вот это вот очень круто жалко что не дает почитать что дается к чему стремиться вот потому что пока что то как то непонятно потребляемая мощность молотилки подача аккумуляция наука плотность хладагента вот это вот интересно что ядерные кластеры не очень понятно так ладно сопли какие-то и нет это как и это как и и и Продолжение следует... По-моему, такая же установка использовала для того, чтобы создать кирпичи. Так, кирпичи, ну вот, где наши товарищи сидят и разговаривают. Так. О, ядер! О, сколько аккумуляторов! Спасибо. Продолжение следует... Туда мы попасть не можем. То есть, вот в это помещение, где мы прыгаем, спасть не можем, потому что его надо починить. И нужно, видишь... 30 систем охлаждения, это еще ерунда, как бы. А вот 110 вот этого, это много, потому что я, по-моему, даже его починить не могу. Фу, создать не могу. Я вот сейчас закинул, но и все. Собственно. Так. А, смотри-ка. А, там починить тоже нельзя, видишь? Дверь просто закрыта. Понятненько. Значит, нам теперь надо... Нам надо отсюда как-то выйти. Желательно... Безболезненно. А можно нам... Вот туда подняться, просто с помощью... Нашего любимого бура. А, у нас хладагента нет. Блин. Я весь сдал на опыта. Что это сейчас там было такое? Или... Я уж это... Насрать кирпичей был готов. Ну, вроде, что тут нет никого. А, генераторы. Ээээ... Давай сюда. Давай, пока. Так, воткнем. Максимальная мощность 800 киловатт. Нормально. Так, значит, нам надо... Эээ... Система охлаждения. 200 копейками штук. И... 100 единиц... Руды. Потому что я ее потратил сейчас. 60 единиц руды. Но у нас, правда, теперь взрывчатки до хрена. Все, главное у нас травы до хрена и кремния до хрена. Это самое главное, потому что, если у нас травы и этого будет мало, у нас станет в производство все остальное. Так. Эээ... Че у нас? У нас с вами, получается, синие ядра нужно качать в диких количествах. Скорость бура не так уж и важна. Эээ... 5 на 9, кстати, неплохо, наверное. Эмбио плотность в целом тоже было бы неплохо. Дольше будет работать. Пояс с инструментами нафиг надо. Монорельсовую систему хочу. Для этого нам надо 100 ядер сделать. Процессорный модуль системы охлаждения. Система охлаждения у нас создается. Правда, не автоматически, но создается. Процессорные модули у нас теперь уже практически автоматически создаются. Нам сюда нужно добавить два производственных станка. А именно создание медиа и вот эту вот штуку. То есть, в целом, мы можем себе позволить это сделать. Так, ну, вроде я так это прибрался немного, но это вот на этом дереве. Ну, это, конечно, такое себе. Показывал бы он хотя бы свои рамки. Потому что так херово знает. Ну, то есть, видно, что в нем дофига дыр. В этом дереве. Но абсолютно не хватает знаний, насколько его нужно чистить. Вот так выглядит конец карты. Нужен сканер. Давай. В общем, то, что мы уперлись с вами тогда, когда падали в самый низ. Вот. Вот так эта хрень выглядит. И я так понимаю, что если мы даже повесим, мы не можем повесить взрыватель на него никоим образом. В общем, вот так вот. Не вылететь, в общем, с карты. Потому что вот такая защита и непонятно, что это за структура такая. Я к ней подойти даже не могу нормально близко. Ну, в общем, как-то так. Честно говоря, не помню, что это такое. На лифт не похоже. Сейчас попробуем пропуриться туда, узнать. У меня правда хладокента не так много. Ну, я думаю. Ага, смотри, какая-то охраняемая зона. Уп. На сути. А, я понял. Да, точно. А вот интересно. Ну да, мы вряд ли сможем пробиться вниз, но при этом, видишь, там есть что-то. Ну, то есть, цело можно как бы заморочиться и вниз вот долбиться, долбиться, но не хочу, честно. Если бы у нас было бы что-то помощнее, а не вот это вот ебатьня. Я бы, конечно, да. А так, не хочу. Лень мне. Так, ну что. Собрали необходимое количество всякого. Я заплутал. Вот так у меня теперь выглядит база. Надо взять еще вот эту штуку. Значит, я приложу к этому ролику карту, который обнаружил. Она в целом неплохая. Сложно, конечно, на ней может показаться ориентироваться, но в целом, в целом, за счет того, что ты точно знаешь, что Виктор и... Уж кто там? Первый я забыл. Как называется? Лима. Вот, Виктор и Лима находятся в определенном месте. То, если привязываться конкретно к ним, то уже будет намного проще искать. То есть, мы точно знаем, что Лима здесь. Знаем, что Виктор здесь. И карта всегда вот в таком вот положении. То есть, это север, это юг, запад и восток, соответственно. Значит, если вы откроете карту, которую я вам оставлю под этим роликом, да и, наверное, сразу под первым роликом оставлю, чтобы что уж... Мы узнаем, что дверь, которую мы сейчас хотим открыть, находится на севере от Виктора. Вот здесь вот она есть. Нам надо, соответственно, туда проковыряться. Можно обойти вокруг. Можно попробовать проковыряться напрямую. Но самое главное, не забыть, где у нас Виктор расположен. Будем от него отталкиваться. Но, по сути... Так, здесь у нас какой-то кукла, по-моему, искали, да? Вот сюда нам нужно. Вот это место. Уперся что-то. Вот. Забавно. Нам вот сюда надо. Где-то... Где-то куда-то зачем-то. ну давай пробуримся наверное зря что ли тебя влад агента набрал тут как раз туннель есть впереди моего и зацепим на и теперь можно вниз вот вот оно место это об их а сюда сюда так отлично не рвать особо нечего lancet журнал такой есть у штабельный манипулятор и ручной генератор замечательно так смотри тут есть медицинские протоколы они маны так вот это можем сканировать парусник понял короче мне теперь витамины d будет мало потому что я его не буду знать что пора его принимать контейнер эхо-карта молотилка d2 или мк2 так дереве технологий я не был так глубже в больнице в больнице в больнице Ну, честно говоря, это не очень похоже на хирургический стол. Скорее, на какое-то издевательство. Temp Railfish. Че? Rail rush, господи, Railfish. Какая-то херня непонятная. Шлем. Ну, в целом. А можно не надо? Ну, в целом. They are not disabled or impaired, and the ability to construct the machines to meet our objectives. We are in no position to dwell on it. You will drop this matter. Понятно. Ну, такой-си, конечно. Так, замечательно. Теперь нам остается, по сути, всего, ну, согласно карте, как на самом деле, не знаю, всего 12 дверей, которые мы должны вскрыть. Какие-то двери мы сможем вскрыть только после того, как мы получим новый этап развития Виктора. А какие-то двери мы сможем вскрыть только после того, как добудем определенное количество синих ядер. Вот. Потому что... Ну, тот же монорельс мы сможем проложить, только имея 100 ядер. Вот. А если у нас нет 100 ядер, то, соответственно, никакого монорельса и тому подобного. А вот, кстати, и можно было так обойти. И... Вот. Карта, конечно, это круто. Теперь хотя бы можно понимать, что и как. Благо название дверей плюс-минус одинаково. Так, давай еще закинем сюда 6 ядер. 6 ядер, конечно, ни о чем. Но лучше, чем ничего. Значит, у нас там вроде как есть еще... Да, система охлаждения. Но мы, думаю, сейчас их перекинем на производство вот этих процессорных модулей. Хотя нет, подожди. Не процессорных. Это все нормально. Это пусть строится. У нас вот с этим, да? Да, вот. Вот эту вот штуку. Пускай пока строится. Нам какое-то определенное количество все равно потребуется. Нам нужны вот эти хреновины. Они очень плохо делаются. Интересно, как это работает штука. Так, да? Да, он набирает прям хорошо. Но пихает не очень, да? Ну ладно. Так. Значит, сколько у нас? 170. Там еще 230 что ли? Где-то около половины у меня получилось собрать. В целом можно увеличить производство и сделать его пиздец каким огромным. Проблема заключается в том, что у разработчиков на этот год запланировано как минимум три довольно серьезных обновления. И мне бы не хотелось, чтобы это все похерилось. То есть мы можем сделать огромный завод, а после обновления он весь или частично будет не работать и переделывать его будет в такую падлу, что нахрен надо. Лучше посидеть, почилить. Я параллельно просто еще фильмец какой-нибудь смотрю или музыку слушаю, поэтому меня не сильно напрягает то, что нужно посидеть, попертеть. Сколько у нас там? 400, да? Нужно еще 500 собрать. Вот, и я думаю, мы это и сделаем. Посидим тут, почилим, отдохнем. А там посмотрим, к чему это приведет. Ну и не прошло и годы. В общем, накопил. Осталось только это все вложить, отправить и посмотреть, к чему это приведет. Значит, следующим этапом у нас будет производство синих ядер. Вот, мы будем производить как-нибудь не в себя. Но у нас в целом система есть. То есть, что, куда строить. Так, обновление терминала. Железная рама, медная, процессорный модуль, контейнерная лента, конвейерная лента U3-400. иной. ТерминаUE. Терминал upgraded. Новая технология и рекомендации доступа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть у нас есть 5 на 5, да, вроде 3 на 3. А тут выравнивание 9 на 9, нормально. Синтез, скорость изготовления, биоплотность. Причем плавить атлант мы не сможем. То есть атлантовый слиток как бы есть, а плавить мы его не сможем. Наверное, не факт. Так, биоплотность понятна. Здесь у нас что размеры гузака, монорельс, ничего такого не открылось. Увеличивает высоту прыжка на пакете. Переводили явно с помощью какого-нибудь гугл или промта. Рельсовый зацеп. Вот. Облегчает индивидуальное продвижение по монорельсовым путям. Понятно. Далее. Снижает потребление электроэнергии. Снижает расход накопленного заряда монорельсовой системы. Че? Аккумуляция. Увеличивает заряд емкости аккумуляторов. Согласен. Высоковольтный. Высоковольтный. Передает электроэнергию на большие расстояния для подключения отдельных электросетей. Ну, может быть. Может быть. Омнилокатор. Распознают ресурсы и другие элементы, представляющие интерес. Забавно. Так, плотность хладагента. Улучшенные ядра. Назначены ядерные кластеры. Увеличивает скорость плавильных печей на 0.20. Че? Ха. Кого? Что? Окей. Значит. Мне нужно будет поработать над монорельсом. То есть мы создадим с вами в следующий раз синие. Синие. Производство синих ядер. В целом оно у нас уже есть. На самом деле, мне просто достаточно поставить этот... Как он называется? Вот этот вот. Тут же нужны вот эти хреновины. Их есть у меня. Плюс вот это. Вот. То есть мы сюда возьмем, поставим две штуки тебя. И ты, допустим, будешь вот это ставить. А я буду ставить... Вот это все. И нужно сюда подключить ядра. То есть нужно сюда конвейер протянуть с ядрами. А ядер у нас... Вы просто себе не представляете сколько. О! Жесть какая. Вот. То есть мы можем совершенно спокойно... Как-нибудь туда отправить ядра. Вот. И в целом они у нас будут делаться. Вот. И при этом нам надо как-то их куда-то послать. Не знаю. Ну, может быть... Пока. Вот так сделаем. Ого. Чтоб у нас синенькие крепились. И все замечательно. В целом все, синие ядра есть. Нам нужно только дерево будет новое вырастить. И в целом все готово. Ладно, давай тогда на этом закончим. Не желайте подписываться на канал. Заходите ко мне в Discord. Зам телегу. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok